МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная цель этого документа – повышение качества жизни якутянов в 13 районах нашей республики. Каких показателей мы должны достичь к 2035 году? Конечно же, Арктика для Якутии – это важнейший регион. Территория Якутской Арктики – 1,6 млн квадратных километров. Это более 52% территории нашей Якутии. Живет там, правда, 68 тысяч человек с небольшим. В конце 80-х годов прошлого века, перед развалом Советского Союза, там проживало порядка 150 тысяч человек. И с тех пор, к сожалению, идет неуклонное снижение количества жителей Арктики. Хочу сказать, что благодаря тем мерам, которые мы приняли в последние годы, впервые за последние много лет, в этом году количество жителей Арктики несколько увеличилось. Это показатель того, что те меры социально-экономической поддержки населения, которые мы начали принимать, в том числе, в прошлом году мы освободили отряда налогов жителей Арктической зоны. Сейчас принимается ряд таких серьезных документов на уровне российском по поддержке Арктики. Они все-таки начинают играть роль. Но, понимая, опять же, роль и значение Арктики именно для Якутии, мною было сформулировано предложение о подготовке стратегии развития Арктической зоны Якутии. Мы ее готовили долго. Это, наверное, один из самых таких проработанных стратегических документов развития нашей республики. Почти два года с участием не только министерств и ведомств, как у нас, к сожалению, зачастую бывает, а с участием и депутатов, с участием самих органов местного самоуправления, с участием общественности, ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, с привлечением лучших научных сил и Якутии, и в целом России этот документ появился. Поэтому экспертное сообщество российское считает, что это один из лучших документов именно развития арктических территорий на уровне регионов Российской Федерации. Конечно же, наша главная задача, чтобы качество жизни людей в Арктике повышалось, повышалось причем темпами гораздо выше среднероссийских. Эту задачу сегодня ставит и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Поэтому наша цель с 2024 года, чтобы уровень жизни людей в Арктике уже был сопоставим с уровнем среднероссийским. Но мы не хотим на этом останавливаться, мы хотим, чтобы уровень жизни там был все-таки выше среднероссийского. У нас сегодня, к сожалению, и показатели продолжительности жизни, и безработицы, и смертности, так, в общем, все вот такие показатели, которые характеризуют качество жизни людей, они у нас по Арктике хуже, чем в среднем по республике. И эту тенденцию мы должны обязательно переломить. Конечно же, мы надеемся, что в этом вопросе нам будут помогать и компании промышленные, которые благодаря тем подходам, которые сегодня сформированы на уровне Федерации, я уверен, придут в Арктику, но это промышленное производство Арктики должно в первую очередь приносить пользу тем людям, которые там живут. Это и коренные малочисленные народы севера, это и те народы, которые там живут уже столетиями, те люди, которые сегодня туда переселяются, начинают работать. Вот именно их качество жизни должно в результате промышленного развития Арктики улучшиться. И поэтому как раз социальная инфраструктура, подходы к развитию транспортной инфраструктуры, к, скажем так, обеспечению жителей возможностью более высокой мобильности, то есть, грубо говоря, чтобы билеты были дешевле, а билеты. Вот эти все задачи у нас сформулированы, и по ним мы будем работать. Есть проекты, которые мы будем продвигать и на федеральном уровне. Это, например, проект «Дети Арктики». Уверен, что этот проект будет поддержан и станет одним из основополагающих таких краеугольных камней целом арктическая программа Российской Федерации, которая в ближайшем будущем, я тоже уверен, появится. На совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, который также в середине августа проходил в Благовещенске, вы предложили премьер-министру России Михаилу Мишустину создать на Дальнем Востоке так называемые цифровые торы. Глава правительства поддержал вашу инициативу. Расскажите немного, что это за проект и что цифровые торы дадут резидентам. Знаете, развитие Дальнего Востока – это не только развитие добычи полезной из КПМ. Вот это мое кредо. Понятно, что сырьевые проекты сегодня приносят основной доход, и доход их бюджета разных уровней, обеспечивают людей работой. Вместе с тем, понятно, что не только одними этими, не столько этим должен развиваться в будущем Дальний Восток. Мы видим, что у нас в республике очень неплохо развиваются последние годы IT-индустрии. Мы, безусловно, лидеры Дальнего Востока. 80 с лишним процентов экспорта IT-услуг Дальнего Востока сегодня – это Якутия. Это, по меньшей мере, порядка 2 миллиардов рублей по итогам прошлого года. В этом году мы уверены, что это будет еще больше. И тот успешный опыт, который у нас сегодня есть, и те трудности, которые встречают, например, те же IT-компании при работе у нас здесь, они позволили мне сформулировать ряд предложений, которые я выдвинул премьер-министру, и которые сейчас в прессе получили название цифрового тора. И это не сколько налоговые льготы, потому что налоговые льготы у нас сегодня в России, благодаря последним решениям президента страны, они абсолютно беспрецедентны. И так они одни из лучших в мире. Но я предложил также и снизить административную нагрузку на бизнес, более активно использовать международное право в ряде, скажем так, там, где это возможно, облегчить регистрацию в части именно того, чтобы именно не по-фактическому месту нахождения резидента мог зарегистрироваться резидент, а уже, например, из другого региона, уже виртуально, скажем так, он мог бы зарегистрироваться здесь у нас, в Якутии, и обладать такими уже полномочиями резидента. Это, например, кстати говоря, в России уже реализуется на примере того же Сколкова. Ну, есть, конечно, определенные такие свои нюансы, вот этих предложений, я их всех сформулировал. Премьер-министр очень, ну, с большим интересом к ним отнесся. Он сам, как человек, который успешно долгие годы руководил Федеральной налоговой службой, прекрасно понимает все эти нюансы. И он предложил мне вот как раз отработать на примере Якутии возможности реализации новых новаций и административных, и тех налоговых, которые появились на уровне страны. И потом уже по итогам этого, ну, скажем так, не эксперимента даже, а по итогам реализации этих проектов доложить ему лично о опыте якутском. Вот, надеюсь, что это будет успешный опыт, по крайней мере, мы все сделаем для того, чтобы он был успешным. И сейчас уже реализация ряда проектов у нас совместно с Министерством инноваций, с Айтипарком, с рядом нашей компанией уже начнется. Айсен Сергеевич, Вы ставили задачу обеспечить школы и республики рециркуляторами воздуха. Как идет работа в этом направлении? Конечно, пандемия коронавируса, которая очень серьезно попортила нам всем жизнь, она отступает, это видно, но отступает она медленно. И, конечно же, мы все боимся, что после начала учебного года определенные проблемы, как раз в особенности в тех школах, где достаточно много детей занимается, где классы переполнены, проблемы могут быть с распространением этой болезни. Соответственно, мы должны сделать все, чтобы свести эти риски к минимуму. Одним из них являются как раз рециркуляторы воздуха, обеззараживатели воздуха. Сегодня по всей республике они уже приобретены. По городу Якутску и 15 районам республики они уже доставлены, сейчас монтируются. По остальным, вот сейчас буквально, вот сегодня, завтра эта работа уже будет завершена. Мы к началу учебного года должны все учебные заведения, не только школы, кстати говоря, но в том числе и по многим детским садам это все обеспечить. Вот, работа идет. Хочу сказать, что здесь как раз достаточно много вопросов у жителей республики. Вот мне на прямом эфире в социальных сетях очень много вопросов было все-таки о том, каким порядком у нас будут учиться дети. Вот хотел бы здесь еще раз прояснить эту ситуацию. У нас детские сады с 1 сентября открываются все, и государственные, и муниципальные, и частные. Работать они будут в обычном режиме. Вместе с тем, конечно, будет ужесточена система, скажем так, прохода. То есть будут у всех мерить температуру. Взрослые в обязательном порядке должны будут появляться в зданиях детских садов с масками. Ну, те меры, которые, в принципе, для большинства людей абсолютно понятны и приемлемы. По учебным заведениям среднего специального образования, по профессиональным колледжам и по вузам принято решение, что в течение сентября месяца будут очно учиться первые курсы. Остальные курсы будут учиться дистанционно или будут проходить практику. Мы надеемся, что в течение сентября у нас заболеваемость будет и дальше падать, и мы уже сможем с октября перейти к очному обучению в средних специальных учебных заведениях и вузах. Что касается школ, то здесь у нас подход следующий. В населенных пунктах до 5000 человек учебный процесс будет проходить абсолютно в обычных режимах. Ну, конечно, опять же, с соблюдением тех термин, которые сегодня есть уже в связи с коронавирусной инфекцией, ну, в масочный режиме и так далее. Никаких других особых ограничительных мер не будет. По тем же населенным пунктам, где число жителей превышает 5000 человек, а таких у нас в Республике 27, мы рекомендуем главам районов и главам городских округов в случае необходимости вводить систему, чтобы очно учились начальные классы, то есть 1, 2, 3, 4 и также 9 и 11 классы по основным предметам. Остальные классы должны будут учиться дистанционно. Вместе с тем школа имеет возможность какие-то спецкурсы и так далее проводить, в том числе и в зданиях школ с соблюдением определенных норм. Также мы рекомендовали разделить входы для разных групп, разных школьников так, для того, чтобы они как можно меньше пересекались. В принципе, подход абсолютно нормальный, причем, еще раз говорю, это рекомендация, это необязательное требование, и каждый район, каждый городской округ принимает решение самостоятельно. Например, по Якутску мы с мэром встречались, обсуждали с Арданом Владимировым, мы договорились, что по окраинам, скажем так, по поселкам городского округа Якутск, например, обучение будет идти в обычном режиме, ну а в центре, конечно же, то предложение, которое мы сформулировали, оно полностью поддерживается и будет здесь внедряться. А, например, в Нерлингере нет никакой необходимости вот такую форму применять, они могут абсолютно спокойно, с учетом того, что детей не так много, школы большие, уже в очном режиме все классы обучают. И такое обучение у нас по школам будет в течение первой четверти, ну а по итогам первой четверти мы уже проанализируем ситуацию, я надеюсь, что к этому времени ситуация еще станет лучше, ну и надеюсь, что со второй четверти уже у нас все школы республики начнут работать в обычном режиме. Вот, конечно же, мы должны детей беречь, вот, поэтому сейчас у нас начинается вакцинация от гриппа для детей, это очень важно, очень нужно, потому что сезонный всплеск ОРВИ и гриппа, он всегда опасен, а тут еще с наложением на ковид это может быть двойне опасно. Вот, ну а в последующем, когда уже будет подготовлено и доставлено в регионы России, в том числе в республику вакцина от ковида, то, конечно же, уже и эта прививка будет делаться на добровольной основе для желающих, в том числе и в учебных заведениях. Айсен Сергеевич, а как будет решаться вопрос перегруженности школы Якутска? Вот по перегруженности школы Якутска, конечно же, проблема эта давняя. У нас сегодня из 152, по-моему, если не ошибаюсь, тысяч школьников в республике, 47 тысяч обучаются здесь, в городе Якутске, и порядка, ну, чуть менее 5 тысяч детей сегодня уже записано в первый класс. Ну, вот, как я помню по опыту своего руководства города, обычно сразу после начала учебного года это количество вырастает, и я уверен, что в первый класс в этом году пойдет свыше 5 тысяч детей в городе Якутске. Переполненность у нас по особенностям центральной части города есть. Вот мы эту проблему решаем, в том числе через строительство школ. В этом году здесь, в Якутске, вот в ее центральной части у нас вводятся дополнительные помещения для пятой школы. Это помещение куплено на средства из резервного фонда президента Российской Федерации. Эти деньги выделены личным решением президента страны по моей просьбе. И сейчас, вот после ремонта, уже старшие классы смогут там учиться, у пятой школы. Строится пристрой 31-я школа. Мы надеемся, что до конца года это здание будет тоже завершено. Эта стройка идет за счет республиканского бюджета. Ну, и в 203-м микрорайоне строится на средства федеральное бюджетное. Это у нас новая школа, которая тоже должна покрыть потребности 203-го микрорайона. Но, конечно, этого недостаточно. Мы понимаем, что город растет, количество детей здесь будет больше. И, конечно, надо решать эти задачи концептуально. И одно из таких наших предложений, которые мы сейчас сформулировали, и Министерство образования Республики начало этот проект уже разрабатывать. Это такой глобальный проект. Он связан с созданием недалеко от Якутска, но в районе Конголас, суперкампуса для среднего специального образования, куда мы хотим вывести ряд наших профессиональных колледжей и создать там, еще раз говорю, суперкампус для профтехобразования, но один из лучших в Российской Федерации. Честно, если говорить, в России таких примеров еще нет. Вот наша идея, она сейчас встречает очень такую хорошую поддержку и у министра просвещения Российской Федерации, у ряда специалистов, потому что впервые мы говорим о том, что вот как раз можно сделать центр такой реально очень высокого качества среднего специального образования и в Республике, и на Дальнем Востоке, и в целом стране. И вот когда это будет сделано, то у нас здесь в центре города освободится ряд помещений, достаточно больших помещений наших колледжей, которые после, на самом деле, не очень большого ремонта могут быть переданы школам города Якутска, и это на многие годы вперед, до десятилетия вперед, точно проблему уже по школам города Якутска решит. Проект, на самом деле, гигантский, он очень большой, капиталоемкий. Мы надеемся на поддержку здесь наших федеральных коллег, проект начинаем разрабатывать, и надеемся, что все-таки в ближайшие годы мы уже сможем приступить к его реализации и решению одной из таких острых проблем города Якутска – это переполненность центральной школы. С 20 августа отменен режим ЧС по пожарам в регионе. Вот насколько этот пожароопасный сезон был сложным по сравнению с предыдущими годами, и как вы оцениваете слаженность работы оперативных служб по ликвидации очагов в регионе? Вы знаете, конечно же, это был один из самых, если не самый сложный пожароопасный сезон в силу исключительно тяжелых природных условий, особенностей в северной части нашей республики. Аномальная жара, о которой многие говорили на северах тогда, и на полюсе холода у нас было далеко, там за 40, и абсолютно засушливая погода весь июнь, июль, август, практически по всему северу, они привели к тому, что, конечно, пожары в ряде районов, в том же Среднеколымском, Момском, Абыйском, Верхоянском, Венобатантайском, они практически везде эти пожары были. В некоторых из них оно, конечно, было очень серьезное. Хотелось бы подчеркнуть здесь как раз Среднеколымский, Момский, Тампонский районы, где пожары реально угрожали населенным пунктам. И только благодаря мужеству наших пожарников, лесоохраны, Якут лесоресурса, местного населения, подразделения МЧС, нам удалось спасти наши населенные пункты в ряде наших район. Очень, еще раз говорю, засушливая погода именно на северах привела к тому, что масштаб сгоревших, ну там даже не лесов, да, а сгоревших площади, он достаточно большой. Конечно же, нам очень серьезно помогли решения, принятые на уровне президента страны по выделению дополнительного финансирования. Это помогло нам мобилизовать дополнительные силы. И все-таки, вот еще раз говорю, ситуацию взять под контроль. Мы, еще раз говорю, самая наша главная задача была, чтобы не пострадали наши населенные пункты, она нас сегодня достигнута. Конечно же, на будущее у нас есть уже понимание того, что нам надо делать, чтобы все-таки ликвидировать пожары на более ранней стадии. Хочу сказать, что в этом году мы как раз именно силами наших сил потушили пожары на площади практически более чем в пять раз, чем в прошлом году. Если в прошлом году речь шла там о 6-7 тысячах гектаров, то сейчас речь идет о территориях порядка 30-40 тысяч гектаров, на которых реально тушились пожары. Вот реально были потушены пожары. Так в самой начальной стадии это как раз помогло, еще раз говорю, ну по ряду районов не допустить широкого распространения пожаров. Вместе с тем, конечно же, самая главная проблема, она, я уверен, должна решаться на федеральном уровне, это пересмотр методики для того, чтобы самые такие лесистые и пожароопасные регионы, такие как Якутия и Красноярский край, все-таки получали финансирование на уровне хотя бы не ниже среднероссийского или хотя бы даже дальневосточного. Потому что мы сегодня получаем в разы меньше средств на один гектар, нежели другие субъекты. И, конечно, при наших огромных расстояниях это обязательно дает о себе отрицательный результат. Подходы здесь наши сформулированы, еще раз говорю, правительства Российской Федерации внесены, будем сейчас отрабатывать. Но еще раз говорю, что мы все-таки выстояли. И, конечно, благодаря в том числе и федеральному резерву, из Хантавансийского автономного округа, из Тюмени, которые были переброшены сюда и практически несколько недель здесь работали, день и ночь для того, чтобы ликвидировать пожары, нам удалось ситуацию удержать и не допустить его перехода на населенные пункты и на другие объекты народно-хозяйственного комплекса. Во всех ли районах республики в этом году отопительный сезон начнется вовремя? Отопительный сезон не может не начаться вовремя, так это требование жизни у нас в Якутии. Соответственно, сегодня подготовка к отопительному сезону везде под самым жестким контролем. Мне практически ежедневно докладывает правительство в ходе подготовки. Серьезных никаких проблем мы не видим для подготовки и начала запуска отопительного сезона. В ряде арктических районов он уже начался. Конечно, у нас не самая лучшая ситуация по Аннабарскому району, где вот в результате пожара на, скажем-то, одном из складов топлива сгорело порядка 300 тонн топлива со скалах и такса. Но при этом остатки топлива позволяют продержаться, скажем так, району спокойно до начала зимника. Ну и просто наша задача, скажем так, обеспечить открытие зимника в установленные сроки, ну и доставить уже топливо из Юлин-Хаэ в со скалах. Я уверен, что с этой задачей мы справимся и никаких перебоев по со скалаху не будет допущено. Более 200 километров дорожного полотна в этом году отремонтируют в Якутии, причем 180 километров это региональные дороги, более 23 километров это столичные дороги. Все ли идет по графику? Есть где-нибудь серьезные отставания? Знаете, серьезных отставаний у нас нигде нет. Вот этот проект, национальный проект по безопасным качественным автобильным дорогам, инициированный президентом нашей страны, это, конечно же, один из важнейших проектов для республики. Потому что качество дорог у нас, к сожалению, далеко не блестящее, так мягко скажем. И вот те же региональные дороги, благодаря той огромной помощи, которая оказана сейчас по решениям президента страны нашей республики, мы достаточно активно начинаем строить наконец-то. Вот та же дорога Кобей, которая строилась 30 лет практически, так, и, казалось, никогда не достроится, вот буквально за прошлый год. И этот год мы ее достраиваем, и уже в октябре-ноябре круглогодичное движение от Кобяя до Якутска, оно будет уже обеспечено, так. Это, на самом деле, для того, чтобы понять, что такое круглогодичная дорога для Кобяя, надо вот Кобяй поехать, так и с людьми поговорить. Я вот недавно летал туда, с людьми разговаривал, у людей просто счастье, так. Огромное счастье, что вот мечта, даже не десятилетняя, а может, столетняя мечта, атака их сбывается, и реально они уже смогут в круглогодичном режиме ездить и иметь связь с большой землей, как они называют Якутска. И, конечно, это радует, и мы намерены и дальше работать и по другим дорогам, чтобы также активно продвигаться вперед и делать настоящие, вот хорошие региональные дороги высокого качества. Что касается дорог города Якутска, то здесь, конечно, было определенное отставание, ну, в силу там и организационных каких-то моментов, и не очень хорошей работы ряда подрядчиков. Но вот сейчас, благодаря усилиям и правительства, и администрации города, на мой взгляд, ситуация выправляется. Мэр города мне регулярно докладывает о ходе работы, и, в принципе, уверенность у них по большинству объектов есть, полная, что установленные сроки с высоким качеством работы будут сделаны. Но, к сожалению, там у одного из подрядчиков есть вопросы, связанные с плохой организацией работ, тут скрывать тоже не надо. Я очень надеюсь, что все-таки администрация, вот жесткий контроль со стороны мэра города позволит ситуацию выправить, и в установленные сроки эта работа будет сделана. Асен Сергеевич, недавно Вы с рабочим визитом были в Чуропчинском районе. Расскажите, как там идет кормозаготовительная компания, и какие проблемы есть в районе? Вы знаете, у нас заготовка сена, это, конечно же, важнейшая тоже одна из таких традиционных летних наших компаний. В ходе нее мы обеспечиваем сеном все наше сельское хозяйство до весны. Здесь надо сказать, что в заречной группе районов, как раз из-за этой засушливой погоды, которая в целом характерна для всей республики, в этом году у нас серьезные проблемы. Одна из самых серьезных проблем была по Чуропчинскому улусу, где давались на самом деле самые пессимистические прогнозы где-то до середины июля. Но все-таки благодаря очень правильной организации работ на месте, здесь бы я хотел выделить особого главу района, Наговицына Андрея Тимофеевича, и благодаря хорошей работе Миссельхоза, который тоже вовремя выделил дополнительные средства на организацию работ мобильных бригад для тех районов, которые пострадали от засухи, была организована работа на дальних стенокосных угодьях, вплоть до выезда в другие районы. И сегодня я вижу, что в принципе район справляется с задачей. Исполнение будет порядка не менее 86-87%, а может быть даже под 90% по заготовке сена. Это уже вполне нормальная такая цифра. Порядка 3000, может быть, надо будет закупать за пределами района, но и здесь у нас уже есть районы, которые уже перевыполнили свои планы и готовы поставку сена обеспечивать. Ну а субсидирование транспортных расходов у нас традиционный Миссельхоз в этих случаях берет на себя. Поэтому ни один район, ни Чуропчинский, ни другие районы, которые пострадали от засухи, они, я уверен, не будут себя чувствовать ущемленными. Наша задача максимально сохранить поголовье. Тем более со следующего года мы намерены запустить новую систему субсидирования молока, заготовки молока, которые я в районах достаточно часто бываю, с людьми разговариваю, которые реально занимаются сельским хозяйством, которые, как говорят, работают на земле. Вы знаете, у них практически у всех стопроцентная поддержка новых подходов. Когда мы будем личное подсобное хозяйство на дойную голову давать 35 тысяч рублей, ну и организованное хозяйство смогут сдавать молоко по 50 рублей за литр. Конечно, есть различные там нюансы, которые на местах мы обсуждаем. Сейчас как раз готовится изменение в законы республики. И здесь вот те предложения, которые от людей на местах поступают, мы очень внимательно рассматриваем, многие из них принимаются. Наша еще, в том числе, одна из главных задач, все-таки реально полномочия по ведению сельского хозяйства передать на уровень нашего местного самоуправления, чтобы они на самом деле ближе к земле, они понимают свои проблемы так. И, конечно, гораздо лучше эти проблемы решать на месте, нежели чем ждать там, пока мастер-хоз из Якутска соизволит какие-то решения принимать. Поэтому я всегда за то, чтобы люди на местах сами брали на себя ответственность, сами решали свои задачи так, при поддержке правительства. И, соответственно, вот такие полномочия им будут уже со следующего года передаваться. Айсен Сергеевич, большое спасибо. Спасибо. Итоги августа мы подвели с главой Якутии Айсеном Николаевым. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok